Доброе утро! Чего что ли это кричит? Доброе утро! Сейчас 7 утра, мы с мамой с 6 уже выпили кофе, пока дети спали. Да, мне мама плетет колосок. Ника, кстати, не любит, когда я плетет колосок, ей больно, а мне нормально. И видите, сзади... С детства приучила к тугим косам. Видите, комод стоит, даже такой, как бы сложно его комодом назвать, или комод такой... Я его заказала, я его увидела в Икее, но заказала не в Икее. Я выслала фотографию ребятам, которые делали мне вот этот стол. И они мне сделали, получилось у меня на 1000 гривен дешевле, вместе с доставкой. Ну, если быть откровенной и точной, тогда на 700, на 750 где-то. Ну, просто доставка новой почты съела 500 гривен, вот. Поэтому стала... Я сделала вывод, что у ребят можно заказывать. Они... У них хорошее качество, и, в общем, я довольна. Поэтому, если что, это как вам идея. Потому что делюсь, я ж полезный блогер, делюсь. Это моя мама. Всем хорошим. Я мама ваша. И Никина, и твоя. Ника в школу собирается. Вот. Вот. Я тоже собираюсь по делам. Свои дела я пока не буду рассказывать. О! Я просто лицо намазала сейчас таким гелем. Я вам попозже о нем... Я вам его уже показывала, рассказывала. О! Николичка выключи рекламу. Вот. Это... У меня тут их два. Один от Лореаль, а второй это Виши. Вот я сейчас намазалась Виши. Видите? Есть такие, как... Ну, в общем, работает. Мне нравится. Про свои дела пока рассказывать не буду. Чтобы, как говорится, не сглазить, да? А потом в дальнейшем буду рассказывать и показывать. И я сейчас еду, можно сказать, в другой город по делам. Вот. А я не забиваюсь? Но не все сразу. А я не забиваюсь? Ты не забиваешься, ты остаешься с бабушкой, будешь играть в футбол. Да? Да. Да. На улице. Зевалка, зевалочка. Можно я тоже осталась с бабушкой? Нет. Иди в школу. Одевай. Я одеваю. А я маме платья выбираю. Сегодня я иду на предпоказ фильма «50 оттенков свободы». Это последняя, заключительная часть. Меня пригласил журнал «Космополитен». И... Мама, ко мне. К тебе? Или ты ко мне? Тебе. Давай. Вот. И я... А, там дресс-код. Коктейль. Давай, 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 давай. Крапкайся, крапкайся. 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 Сейчас, Демушка, подожди секундочку. Вот уже с печеньем мне тут насвинячил. Хрюха. Я вам хочу показать. У меня две посылки. Приехали. И здесь книги есть. Хотя, что бы вам рассказывать. Сейчас я вам все-все-все покажу. Я обожаю посылки. Я обожаю распаковки. И мне нравится по удобству новая почта. Я вот раньше думала, как мы раньше были с, например, нашей Укрпочтой. Мне неудобно было. Так, это книги. 600 гривен. Книга «Игра форма». Книга «Каля Бетко». Пальчики «Змогание». Граф червон и жевтый сыний. Одна книга «Каля Бетко» 300 гривен. Все остальное по 100 гривен. Вот. Сейчас я вам буду показывать. Вот так вот сделаю. Это для тех, у кого детки маленькие. Игра форм. Красивая такая. Видите, она тут с отверстиями. Я тебе сейчас буду давать. Не кричи. И здесь игра и форм, и цвета. Видите? Мы деткам объясняем какая-то форма и заодно какой цвет. Вот. Такая книжка стоит 100 гривен. Издательство «Основы». Так, тут есть сайт, есть номер телефона. И я не вижу инстаграма, но сайт есть. Я оставлю внизу тогда вам ссылочку на сайт. Я просто знаю, что среди моих подписчиц очень много девчонок, которые также любят книги, как и я. И мои дети любят книги. Я знаю, что ваши дети тоже любят книги. На, держи. Так. Нет, я не пойду. Штуку, не кричи, пожалуйста. Пусть полистает. Сейчас, Ника, я тебе другую дам. Граф червоный, жевтый, тасыний. Это мое? Так, да, это твое. Вот. Это пальчиковые измагания. И здесь мы сыний червоный, жевтый. Ну, то есть, вы понимаете, да, то есть, как происходит игра. Мой стул переворачивается все время, и я уезжаю. То мы и водски пытаем фиолетовый квадрат. Ну, и вот мы объясняем малышам, где там фиолетовый, червоный и синий. Да. На самом деле, вроде бы, кажется, что все очень просто, но это просто для нас. А у детей это развитие логики. Тут смешивание цветов идет. Жевтый, синий, червоный. Кто мои милые батьки? Пытаюсь залазить игрух. Синий, жовтый, твои батьки. Думаю, ты и вышив, я с кровой такой. Кто мои батьки? Пытаюсь оранжевый книжечка. Пытаюсь оранжевый книжечка тоже полистает. Есть пальчиков измагания. Вот. Это все один автор. И вот, смотрите, как здесь. Такие пальчики смешные. Демушка, ну, нельзя же таким быть. Мы же как договаривались, ты будешь делиться. Ника с тобой делится всегда всем. Ну, что твои. Ну, Ники, можно посмотреть? А если я Нике что-то привезу, и она не будет с тобой делиться, тебе же неприятно будет, правильно? Вы же братик и сестричка, у вас все общее. Молодец. Умничка. Приедем на токаре. Вот. Так, показала, да? Пальчик измагания. Так, надо будет, кстати, еще разобраться, что и как. Витаем, это наикраще. Вот такая вот тоже книжка. И вот самая, которая стоит 300 гривен. Здесь, ого. Ника, это твои такие, ну, ты такое любишь. Надо забрать. Так, это я вот так пока сделаю. Смотрите. Ци литры подумали римляне майже 2000 роков тому. Зафарбуй те, какие есть в твоем имени, если его писать латинскими литрами. Ну, это больше для тебя и для Демы, то есть, как бы, знаешь, как совместно. И для меня. Я обожаю размальовывать, и когда вы делаете это с детьми, совместно, это очень как-то занимательно, как для родителей, так и для детей. Вот. Что можно делать на дитчачьем майданчику? Замени литры на друзей и подруг, которые там бавлятся. Это, конечно, книжка не для, например, Демки, в три года, но если делать это вот всей семьей, то, в принципе, можно. Давайте прочтем, что здесь написано. Ну, Никуль, давай, я вот так держу, и ты читаешь. Каля Бетка. Каля Бетка. У новой книжки можно писать, малювать, лепить, сгинать и ризать сторінки. Поринувши в захопливу творчість, діти із захватом перетворюють, перетворюватимуть літери на комах, крокодилові зуби, хмарочоси и навіть за допомогою зубної пасти на привидів. Літери, які полягають у справжніх предметах із нашого щоденного оточення, розвивають у дітей спостережливість і потім надихатимуть їхню уяву під час навчання. Прикольно. Класно. Вот такая вот она. А, еще. Вот тут алфавит. Каля Бетка. Сейчас, как бы ее так показать вам. Можно, в принципе, обзоры на книги сделать. Это, знаешь, типо уністюживі мене. Да, есть такая похожая. Обзоры сделать. Вот уже, например, начать работать с этими книгами с детьми и показывать уже по итогу, что получается. То есть, насколько, какая книга больше нравится. Потому что детки все разные. Кому-то что-то нравится одно, кому-то что-то нравится другое. О, вот зубы крокодилы можно делать. О, мне уже нравится. Вот. Такая она прикольненькая. Смотрите, вообще класс. Вот это я обожаю. Вот. В общем, вот такая вот книжечка. Опять же, я вам сказала, да, это основы выдавництва. И ссылочку я внизу оставлю. У меня, кстати, кто-то спрашивал по поводу витамин. вот. Это мои витамины. А тебе, я смотрю, все твое. Вот, что тебе не дай, что не открой, пойдем она. Твое? Твое? Это витамины. У меня, кстати, сегодня спросили про витамины. никакие витамины я пью. Я сказала, что никаких витамин я не пью. Вот. Я пью исключительно только омегу-3. Вот. Но от того, что зимой переходим в весну, вот уже скоро-скоро, то организму будет очень сложно. И у меня тут есть много чего интересного. Я хочу попробовать. Активно жидный не заборонишь. Витамины не мистят штучных барнаки в глютену, цукру, лактозы. Вот. Кто, кстати, пробовал такую фирму? Кто пробовал такие витамины? Вот это вот средство мне порекомендовала девочка. Она мне написала в инстаграме. Да, это для тебя, потому что атопический дерматит. Я жаловалась на атопический дерматит и говорила о том, что у Демида мы пользуемся... Но я не могу, я пока показываю. Это не кушает Демушка. Ему как бы быстренько все-то покушать, покушать. Вот. И я говорила о том, что у него атопический дерматит и мы справляемся с средством от La Roche-Posay. И вот она мне порекомендовала вот это вот средство. Bidan называется Lipo Lotion зашкирую на основе природных рычаговин. Я попробую. Вот. В дальнейшем вам могу рассказать, насколько Демиду помогло это средство, потому что знаю, что среди моих подписчиц есть детки, у кого атопический дерматит. И даже среди моих знакомых и друзей у детей тоже есть атопический дерматит. Он в виде... Сейчас мы проверим. В виде... Написано лосьон, но выглядит как пенка. О, новый. Да, это лосьон, но видите, в каком дозаторе. Кстати, удобный дозатор. Сейчас проверим. Без запаха. Не, запах есть. Ну, такой запах трав и такой еле-еле уловимый. Вот. Ну, запах такой, как лекарством пахнет чуть-чуть. Да. Вот. Ну, такое вот средство. Надо будет попробовать его. Глянем. Так, есть. Одно вам показала. Дальше есть сериавитамин. Железо, метафолин. Не требуется растворения в воде, фруктовый вкус. И, девочки, напишите мне, в любом случае кто-то из вас сто процентов пробовал. Расскажите, где вам говорит, пальчики вверх, расскажите, как вам. Это Саше, тут витамин С, железо, фолиевая кислота, магний, цитрат, ну, и буряковая лоза, не, буряковый порошок, лимонная кислота, твое-твое, есть и ароматизатор черная смородина. Считается, что это диетическая добавка к рациону питания. Дополнительное джерело витамину С. Ну, в любом случае попробовать хочется, потому что сейчас я заканчиваю свой уход от виши для волос, вот я начала им пользоваться и волосы перестали сыпаться, то есть нет у меня того, что у меня раньше было. Я думаю, сейчас я прекращу, а вдруг они опять посыпятся, поэтому, в принципе, витамины мне будут как раз в тему, поэтому класс. А здесь так, Софи для сердца, миязев, тонервная система. По поводу нервной системы каждой маме это надо. Это очень, я думаю, прикольно будет. Вот. Это тоже в виде сашей, я предполагаю. Да, вот такие вот штучки. Я начну даже сегодня прием. Тут есть магний, витамин В1, магний В6, витамин В12 и фолиевая кислота. Кстати, фолиевая кислота очень полезна. Я помню, когда я была беременная, я пила фолиевую кислоту и все, больше никаких витамин для беременных я не пила. Фолиевая кислота и еще, по-моему, что-то. Ну, такое. Но вот фолиевую кислоту пила с самого начала до самого конца. Это мне рекомендовала моя гинеколог. И последнее, что я вам хочу показать, это витамин В12, это энергия витамина он с вкусом клубники. Вы мне, я же вам уже сказала, да, пожалуйста, напишите. Это диетическая добавка. В любом случае, я к диетическим добавкам отношусь очень спокойно. Я знаю даже семью, которая на диетических добавках очень давно, сколько я ее знаю, там, три года, да, это Рита Рылькова. У нее в семье шесть мальчиков. И вот они, я не знаю конкретно какие диетические добавки, но вот они принимают. И судя из того, что я вижу, что она рассказывает, у них дети почти не болеют. Вот. И они не принимают лекарства. Если там насморк или что-то, это раствор, как он там, от чего нам, Ника, больно было, помнишь? Серебро. Жидкое серебро. Вот. То есть она отдавала Дефлю, рекомендации по поводу именно диетических добавок. Но она как бы не настаивает. Если спросите, то она обязательно вам расскажет. Но я просто знаю, что она вроде бы прям вообще в курсе, в курсе этих всех вещей. Вот. Так что можете написать ей Рита Рылькова. У нее есть, по-моему, даже несколько каналов, по-моему, два на YouTube. И сказать, что Аня сказала, что такой вопрос, пожалуйста, по-английски. Я думаю, она поможет. Она очень хорошая. Все. Вот. Я вам рассказала, показала. Сейчас я пошла в душ собираться. И я не знаю даже, что я надену. Я надеюсь, что я буду сихпатична. Мне Ника поможет. Оставайтесь со мной, дальше будет. Мне нравится одна песня из сериала «Школа». Сейчас хочет мне показать, как она поет. Мы будем ее пить на гид-бригаде. Кто давал ролей, наносил глим. Кто лишь ляг, а кто карабас. Все из них то самое час. О-о-о-о-о-о-о! Сейчас выяви, переча ви на воде. Ой, да-ое-ое-ое-ое-ое-ое-ое-ое-ое-ое-ое-ое-ое-ое. О-о-о-о-о-ое-ое-ое-ое-ое-ое-ое-ое-ое-ое. Ничего не пьется в киндти сценария. Хеппі-е-е-ое-ое-ое-ое-ое-ое-ое... Какая ты у меня талантливая. Я не буду это брать. Тут опять наша любимая. Одна из любимых. Одна из любимых. Все достаточно. И уявляться. Но ее умножко. Очень много всех. Я вращаю шампанки в море. Из блогеров есть только Аня и Ира. Аня и Ирочка. 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 В 50-й техниках с похода. Здесь локация для съемки. Ну то есть съемки. Аня здесь снимала Катя Асачи. И сейчас она отошла и снимает там где-то что-то. А люди сфотографировали. Очень много слез. И я уже говорила в сторис. Я не ожидала. Я встретила очень много знакомых. Еще когда-то я работала на телевидении. В общем. У каждого из моих знакомых много известных людей. И сегодня я их здесь встретила. Также встретила одного из бедса. Забыла как там. Чуть попробую его найти. Мы когда-то отдыхали в одном отеле. Когда с емкой. Не, без емки. Емки у меня еще когда-то нет. Заменинка с мужем. Очень неприятно. Очень неприятно. По свету там, конечно. Не хотела с собой посмотреть. Нет, полученки пользуются. У нас очень неприятно. Предпоказ. Очень неприятный. Нарязный. Красивый цвет. Очень приятно. Иногда бывают показы очень мелочные. Пришли. Просто посмотрел фильм и вам рассказали. А тут именно предпоказ. Предпоказ. В фильме. Вот. Обогащение. Шкафа. Такая и так далее. Но я соблю в этом схеме водичку. Всем привет. Сейчас утро раннее. И. Вы у меня в инстаграм вчера спросили. Как я сделала такую укладку. Когда я шла на предпоказ. Фильм. Вот. С помощью таких вот бегудей. Сейчас я вам покажу, как их накручиваю и закручиваю. Вы попросили. Именно показать. Как я это делаю. На каждую. Ну. У каждой разной волосы. У каждого разная густота. У меня волосы не густые. Поэтому. Мне достаточно. Раз. Два. Три. Четыре. Пять бегудюшек. И сплю я вот в таком вот виде. Сейчас я распущу их и покажу, что в итоге получается. Вот. Начинаю я распускать всегда снизу. Давай беги. Распускать всегда снизу, а закручиваю всегда сверху. Сейчас покажу, как закручиваю именно сверху. Ты это киви хочешь, а я уже покажу ночью. Мне может киви. Хорошо. Сейчас. Дам тебе киви. Я ночью покажу. Не ночью, а вечером. Вот так вот я распускаю. И вот самая основная. То есть на самом деле вы можете делать по-разному. Если у вас пробор, вы можете делать. Всем пока. Тсс. Никому не говори. Если у вас пробор, вы можете бегдюшки разделить на две части. И тогда у вас объем будет так. Но мне не нравится. Мне нравится, например. То есть я тоже ношу пробор. Но когда я хочу вот такой вот объем, как был у меня вчера, то я делаю вот так вот посередине и разделяю, делаю боковой пробор. То есть вся вот эта копна, она идет на сторону. Как я накручиваю? Я беру бегудюшку. Беру локон волос. По густоте сами смотрите. И вот в таком вот формате. Вот так вот. Я просто накручиваю, 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 накручиваю. И вот так вот зажимаю. Они мягкие. Спать не очень удобно, но они мягкие. Вот так вот. Пойдем, если я включу. У меня на канале ближе к 8 марта, много лет назад, как много, года два назад, я снимала видео, как я вообще кручусь. И там разные бегуди. У меня их много разных. Но использую в основном вот такие. Вот купила я их в магазине Архитектор красоты. Вот. Но уже давно. Поэтому я не знаю, сейчас они есть или нет. Но я думаю, есть. И вот они гнутся очень хорошо и не раскручиваются. И после. Вчера у меня волосы были мокрые. Почти сразу я их феном высушила, накрутила, походила и распустила. Лаком не сбрызнула, поэтому они у меня до конца вечера уже опали. А так надо было лаком сбрызнуть. А если я сплю именно на ночь, тогда я закрепляющими средствами не пользуюсь. Я просто вот руками вот так вот делаю. Вот так. И все. На этом моя укладка готова. Ничего особенного. То есть я ничего особенного не укладываю. Я люблю, когда не волосок к волоску, а когда такой легкий кипиш. Когда можно руками поправить. Когда вот. Вот. И все. Вот получается то, что получается. Я надеюсь, что в принципе вам будет это полезно. Расспрашивается, значит полезно. Ну а кто не смотрит инстаграм, то просто полезно. В Киеве можно, ну не только в Киеве, а архитектор красоты есть. И в других городах Украины, по-моему, можно заказать еще через интернет. Ну и альтернативы можно найти даже на рынках. Потому что до архитектора я вот такие штучки покупала на рынке. И сейчас глаза буду закапывать. Я мало сплю. Сейчас у меня такие глаза, видите, я вообще замученная, какая-то отекшая. Я уже пью, ну много воды на ночь выпила. Я закапываю в глаза Окуль, Окути Арс. Вот такое вот средство. Оно с гелиуронкой. И сейчас буду использовать, мне нравится именно днем. Вечером я использую Виши. Ну в данный момент я просто пробую и то, и то, для того, чтобы было сравнение. Вот. Но днем под макияж я использовала Реаль. Это аквафлюид. Он есть в трех. Для нормальной кожи, для сухой и для склонной к жирности. Я уезжаю по делам. А потом я вернусь и вам расскажу про мантры. Про мантры по медитации. И на этом влог закончу. Я уже приняла все процедуры. И сейчас мои уже все спят. Поэтому я тихо говорю. Включила мантры. Я вам обещала рассказать о мантрах и рассказать о медитациях. По поводу мантры. Я внизу оставлю ссылочки на одни из своих любимых. Их очень много. Но я оставлю на несколько. Я думаю, если вы начнете слышать их, слушать, и они сами появятся. Слушаю я их в ютубе. Я вбиваю первый раз вообще, как я узнала на Шри-Ланке о мантрах. А потом, когда по приезду домой, я вбила в ютубе мантры. И увидела, что их очень много. И сделала такую определенную подборку именно под себя. И каждый раз ее пополняла и пополняла. Подборка у меня очень большая. Я делиться ей не буду. Я отправлю вам несколько своих любимых. А вы уже сами сделаете себе подборку, если вам это захочется. Вот сейчас играет одна из моих любимых. Это музыка такая, как лекарь. Зачем слушать мантры? Мантра – это как молитва. Вот вы когда слышите колокольный звон, как-то так хочется слушать, да, на душе становится очень-очень приятно. Так и мантра. Она вибрацией влияет на организм человека. В мантрах есть слова. Это определенная молитва. Есть люди, у которых все хорошо. На душе хорошо, в жизни хорошо. И когда они слушают мантру, им становится еще лучше. А есть люди, когда они слушают мантру и начинают плакать. Плакать, кричать. То есть разные эмоции могут выходить. Это на поверхность выходят все те зажимы, которые были внутри. Если хочется плакать, не держите себя, плачьте. Если хочется кричать, кричите. То есть это в себе держать нельзя. Это надо все выпускать из организма. То есть эти пласты, которые накапливаются, они накапливаются у всех. Поверьте. Я про мантры рассказала чуть-чуть. У меня видео, я уже понимаю, что видео у меня просто очень-очень длинное. Поэтому я уделю мантрам не очень много времени. И медитации тоже. Но если вам понравится и вам, например, вы мне напишите в комментариях, что да, вы хотите, я уделю этой теме гораздо больше внимания. И поддерживайте меня пальчиками вверх. Я тоже буду понимать, что вам нравится. О медитации ходят очень много рассказов. И, кстати, никогда не слушайте людей, которые говорят, надо медитировать только так. Вот рассказывают вам один способ, и вот по-другому не получается. Неправда. Мы все с вами очень-очень разные. Все мы такие разные, что, получается, может, у каждого по-разному. Я вам расскажу сейчас о своем методе, но их очень много. Вы, в принципе, можете погуглить даже. Для этого не обязательно искать духовного наставника, чтобы научиться медитировать. Все сейчас можно найти в интернете. Мне повезло. У меня был наставник, и я как бы все это проходила не через интернет, можно так сказать. И после одного наставника были другие люди, которые делились своим опытом, и это было очень здорово. Каждый дополнял, кто-то что-то рассказывал, и у меня появлялась общая картина. Но медитировать у меня получилось. И получилось, я начала визуализировать свое дыхание для того, чтобы убрать мысли из головы. Потому что медитация — это как? Это надо ни о чем не думать. А мы не можем ни о чем не думать. Мы всегда о чем-то думаем. Всегда. И надо думать о дыхании. Визуализировать. Я уже хочу помедитировать. Я это делаю, кстати, перед каждым... У меня сон сбился, я не могла спать ночами. И сейчас я восстанавливаю свой сон с помощью медитации. Кстати, я еще внизу вам оставлю ссылочки на некоторых людей, то есть мастеров, которые помогают голосом. То есть вы медитируете, вы слушаете и повторяете за ними. Вот они ей говорят, представьте то-то. И вы представляете. Это, кстати, очень классная штука. Я под нее засыпаю. Хотя говорят, что если человек засыпает, значит, он не готов к медитации. Я не совсем с этим согласна, но в этом правда есть. Вот. Поэтому, когда вы медитируете, вы можете лечь, принять удобное положение и лечь. Но, скорее всего, что вы уснете. Поэтому можно сесть, принять удобную позу, можно облокотиться и расслабиться. Ничем не думать. Можно зажечь свечи, арома свечи или благовония. Вот. Чтобы была комфортная одежда. Чтобы была приятная музыка. Или, опять же, голос, который вас ведет, также под приятную музыку. Вот. И расслабиться. Расслабиться и визуализировать. Как через центр Вселенной, через макушечку, поток энергии входит в нас. У меня личное ощущение, что вот здесь, в центре груди, она прокручивается. Ну, вот у меня такая визуализация. Это прокручивается, загорается таким пламенем бирюзовым. И уходит вниз, вниз, вниз через стопы. Через центр земли поднимается энергия, проходит через стопы. Опять прокручивается вот здесь, вот в груди, горит цветом бирюзы и уходит через центр макушки вверх, в центр Вселенной. И вот это вот надо все время визуализировать и при этом дышать. На вдохе, на выдохе. Я не знаю, правильно ли я объясняю, я не учитель. Просто вы меня попросили, я не знаю, как правильно объяснить. Вот. Но, в принципе, я могу специально подготовиться к видео и, ну, снять именно так, как, наверное, надо правильно. Вот. Не знаю, насколько я правильно объясняю. Еще очень классно, когда с центра Вселенной поток энергии проходит через макушку. И точно так же через центр земли поток энергии проходит через стопы. И они встречаются здесь, то есть одновременно. Макушка, опять же, прокручивается и загорается таким пламенем. И вы все светитесь бирюзовым-бирюзовым цветом. И отдаете этот цвет окружающим, близким вам людям и не только. Вы дарите всем любовь и добро. Ну, вот так вот у меня это работает. И еще медитация, она дает такую вещь, как вопросы на ответы. Если вас что-то очень сильно-сильно мучает, то попробуйте задать этот вопрос и в медитации этот ответ придет к вам. Не всегда, но в большинстве случаев так происходит. Я надеюсь, что вам это видео понравилось. Слегка сумбурно я вам объяснила, рассказала. Я не знаю, как правильно, потому что меня научили, но, наверное, все-таки с объяснениями у меня не очень. Не знаю. Напишите мне в комментариях. Я буду очень ждать. А то я слегка стесняюсь, если честно, этой темы, потому что как бы я не профессионал. Это просто вот как оно у меня внутри, как я это ощущаю. Кто-то ощущает по-другому. Вот. Но я знаю информацию определенную. Могу с нею поделиться. Я знаю, что вы многие знаете еще больше, чем я. Тоже делитесь информацией. Буду очень рада вашим комментариям. Все. Всем спасибо за просмотр. Пальчики вверх. Поддержите меня. И до новых видео. Запорожская ваша. Пока-пока.